Скажем слава нашему Господу! Я хотел бы сегодня тоже в начале своей проповеди обратиться к той же притче. Это притча об улудном сыне. Одна из самых любимых моих притч. И хотел бы зачитать первые два стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу отче, дай мне следующее. Мне часть имения, отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутное. И другое место Священного Писания, это книга Откровения, 3 глава, с 19 стиха сказано так. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен, покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Я бы хотел чуть засвидетельствовать о своем покаянии, о втором покаянии. И знаете, мое первое покаяние было тогда, когда в Томской церкви происходили пробуждения. И в нашем техникуме, в дилугоразведочном, уверовала сначала, пришла одна сестра работать, потом уверовала другая сестра, потом уверовала я. И так по цепочке сестры мы молились, и проходило пробуждение до 30, от 30 до 40 человек начало ходить в церковь. Ну, когда я закончил техникум, я уехал работать в Якутию на золото, и, что ни парадоксально, я о Боге просто забыл. Я о нем не вспоминал. У меня в жизни складывалось все хорошо. Я работал на золотых приисках, на месторождениях золотых песков. Искал золото, хорошая зарплата. Ну, все устраивало в жизни. Ну, знаете, в один, как бы, прекрасный такой день, вот такой же, солнечный день, я не работал, вышел из рабочего балка, где мы жили, и решил пойти шишку кедровую побить. И сделал, ну, в смысле, ивенка, говорю, со мной работал бурящий ивенк. Я говорю, Гена, шишка созрела, он говорит, созрела. Только ты ее сейчас, ну, как бы, по дереву стукнешь, она не опадет, надо на кедру залазить. Я говорю, ладно, я полез. И пошел шишку бить. И сделал буквально 10 шагов. У меня внутри голос. Иди молись. И я такой раз остановился. С чего я буду молиться, если я за шишкой иду? Я делаю два или три шага. Внутри голос. Иди молись. Я обратно думаю, ну, чего я буду идти молиться, если, как бы, время сейчас позволяет. Пойду сейчас шишку, полезу за шишкой. В третий раз голос этот, иди молись. И я внутри думаю, ну, не отстанет же. Надо идти молиться. И я оглянулся, посмотрел в округе. И смотрю, метров, наверное, 50-60 от меня. Кустарник. Ягода такая есть. Голубика. Бывают они высокие, вырастают. Я думаю, спрячусь там, чтобы никто не видел, и буду молиться. И я только преклонил колени, сказал, я не помню уже, ну, слово сказал. И, вы знаете, на то место, где я молился, пришел Господь. И я молился, наверное, часа два. Я не был кричен Духом Святым, но я изливал свое сердце, говорил что-то Богу. Вы знаете, жизнь моя, как бы, она преобразилась. Ну, прошло время, я все равно один, в тайге, ну, вот в такой работе. Я обратно забыл о Боге. И через два года буквально, вот мне пришло желание ехать в Томск. Ни с того, ни с чего. Мне бурющики говорят, если кто попал в Якутию, это как болото. Засасывает так, только уезжаешь после пенсии. Я говорю, друзья, через два года уеду. Будешь, говорит, пенсионером, тогда уедешь. И все, я, как бы, пришло желание, я приехал в Томск. И было такое желание приехать в Томск и иди в церковь. Когда я приехал в Томск, знаете, желание пропало идти в церковь. Через месяц случились такие обстоятельства. Я понял, что надо идти к Богу. Под действием гнета таких обстоятельств, там тяжелые были. Я приехал, я как-то рассказывал, что приехал, у меня было, наверное, 30 с лишним рублей в кармане, ни родных. Никого не было, ни жилья, ни работы. И вы знаете, я когда пришел в церковь, я помню, когда я уезжал, на место нашей воскресной школы стоял такой маленький неказистый домик. Мы часто там собирались, молодежи молились. И когда я приезжаю, смотрю, здоровый такой дом стоит. И мне желание в церковь идти, а мысль приходит. Ну, все, наверное. Верующие не собираются тут, наверное, какому-то богатому мужику продали, и все. И ладно, говорю, я разворачиваюсь, и только уходить, и такой звук, тук-тук. А, я еще зашел, крикнул, никого нету, зашел туда в холл, сильно так крикнул. Ну, и я внутри как бы, я со своим, с тем голосом, который мне говорит, я говорю, ну, все, никого нету, я пошел. Наверное, богатому продали. Я только за ворота вышел, такой, как бы, стук, тук-тук. Я такой, ну, что, надо идти спрашивать, разворачиваюсь. Обратно зашел в холл, кричу, никто не отвечает. Ну, я все, ну, что я пошел, обратно за ворота, обратно стук, такой, тук-тук. Думаю, ну, сколько это может продолжаться. Пришел третий раз, потом уже такой разлённый, ну, кто стучит? Вот, выбежал там, такой, забегаю, где тополь, вот, роз у нас там, или он растет. Смотрю, брат Вадим, раму выставляет и подстукивает, я на него. И мужик, говорю, тут верующие собираются. Он, да, собираются. Я говорю, а сегодня будет собрание? Это было пятница. Он говорит, да, через два часа будет собрание. Я согласился прийти в собрание, вы знаете, и обратно. Я с тем голосом, который мне говорит, я спорил. И в карман залез, у меня там было пять рублей. Проезд на трамвае или на троллейбусе стоил три рубля. Я говорю, поеду сейчас к другу на Арс, попью чай, а потом приеду на собрание. И мне голос говорит, если уедешь, больше не приедешь. Я пошёл на остановку, был проливной дождь такой, я не помню, была глубокая осень, со снегом. Я простыл, заболел. Но я дождался собрания. И, вы знаете, этот голос мне говорил, я с ним спорил. Я как-то аргументировал, что-то доказывал. Ну, вся беседа потом подошла к концу только тогда, когда этот мне голос сказал в конце собрания, а теперь иди и покайся. Вы знаете, цель Бога, цель Бога. Вы знаете, читая это место священного писания, во-первых, рад всегда, что Бог у нас живой. Он, что всегда Он говорит, всегда стучится. И конечная цель, конечная цель Бога, чтобы мы услышали этот голос, услышали этот стук. И Он говорит, когда ты услышишь, я буду вечерять с тобой. Вы знаете, как, ну, когда начали молиться в собрании в пятницу, я сел под гнетом греха, тяжести, я не мог стоять молиться, но когда я вышел на покаяние, покаялся, как, знаете, как с души камень сняли. И любовь Божия, любовь Божия, вот когда читаю это место священного писания, вы знаете, когда стучит Бог, когда говорит, ну, выше есть такое, кого люблю я, того обличаю, наказываю. Вы знаете, кого наказывали в детстве? Я начал перечислять, чем же меня наказывали, думаю, тапком били, скакалкой били, ремнем попадало, не кормили, что еще, а заставляли вокруг спального корпуса бегать в круги, там, 10 круг угол. Ну, знаете, все наказания, они были, их много было, но одно наказание, оно было раз в моем детстве, я запомнил, знаете, ну, сильно ярко. Я что-то натворил такое, что у меня надо было сечь целый час. Не знаю, что я сделал. Ну, вся школа была взбудоражена, а в школе было, наверное, по 400 человек. И со мной воспитательница просто завела меня в комнату, и она просто поговорила. После этого разговора я, знаете, что сказал, я говорю, лучше бы ты меня высекла, говорю, ну, ремнем или скакалкой там, или чем-то. Вот такое наказание, вы знаете, в моей жизни, в моей жизни Бог часто говорил, особенно вот, когда я вот на таких путях вставал, когда меня надо сечь было. Бог часто говорил, и говорил, как отец, как отец. Вы знаете, притча о блудном сыне, я часто ее вспоминаю. Я вспоминаю, с какого, знаете, дна, с какого дна пришел этот. Он жил нормально, я тоже жил нормально, я с Богом был рад, счастлив. Было блаженство, как сегодня Саша говорил. Ушел от Бога. И знаете, я потом второй раз, когда пришел, покаялся. Я думаю, надо же, Господь, с какого дна ты меня выхватил. Это, есть такое место священного писания в послании к Ефинсианам. С 14 стиха 3 глава сказано. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Вы знаете, порой Божью любовь нельзя понять. Понять можно любовь матери, любовь ближнего человека, но это не сравнить, это не сравнить, не описать. И почему я так могу, как бы, говорить и рассуждать об этом? Потому что в моей жизни не было любви матери, не было любви отца. Я не испытывал этого, я этого не знал. Ну, знаете, когда я пал глубоко, и мне никто не мог помочь, я пришел в церковь, покаялся, и, знаете, начали происходить такие изменения в моей жизни. С одной стороны, дьявол нападки делал. Я жил с одним человеком, его зовут Ваня, я покаялся, и в нашей стране была такая ситуация, мы не зарабатывали. Я работал на шарикоподшивниках в заводе, а нам не платили денег. И выдавали нам нашу зарплату рисом. И вот я месяц рисом питался, а он, представьте, я питаюсь рисом, а он издевается надо мной. Живем в одной комнате, там, я сейчас не помню, что он, где твой бог там. Вот такие слова говорил, что вот рисом. Давай, говорит, я тебе могу помочь. Вы знаете, со мной один случай произошел. Я как-то, я жил на путепроводе, а на СИП-кабеле жил у нас один брат, это брат Роман Наумов. Я частенько к ним приходил в гости, и он как-то спросил мне, говорит, Дим, а у тебя есть чем питаться? Я говорю, да, есть. Он такой раз посмотрел на меня, ну, видно, я худой такой был, что он говорит, а чем ты питаешься? Я говорю, ну, одним рисом. Я сам радостный. Он мне дал продуктов, дал продуктов, деньги, я помню, дал. И когда я пришел к этому человеку, зашел в общежитие, и первые слова, которые он мне сказал, наверное, ты кого-то ограбил. Он говорит, ну, как ты, говорит, я знаю, что ты, у тебя негде взять, ты, детдомовский, ну, никто тебе не поможет. Я говорю, слушай, вот я в церковь хожу, говорю. И ты знаешь, мне один брат, говорю, пожертвовал денег. У него что, много денег? Я говорю, нет, он живет в общежитии, так же, как ты. У них трое детей, что ли, было. Я говорю, жена, трое детей, жена беременная была, или двое детей, я сейчас не помню. И вы знаете, он замолчал. И вот сколько я с ним жил, потом, наверное, месяца три или четыре, я еще пытался, он, знаете, потом ни разу не мог сказать. Вы знаете, вот любовь проявляется не только, вот мне часто, я в последнее время не слышал, но одного человека недавно услышал, что в вашей церкви нету любви Божьей. Нету. Я говорю, ну как ты не замечаешь ее? Я, вы знаете, я способен видеть в людях, когда ее не было в жизни. Когда ты рос без отца, без матери, некому было погладить тебя, приласкать. Когда у тебя нету за душой, мне один раз говорили, ну нету тебя за душой, когда тебе помогают дом строить, когда тебе помогают финансами, когда тебя добрым словом ободряют, когда за тебя молятся, когда тебе трудно за тебя молиться. Ну как нету любви Божьей? И в конце говоря, знаете, можно искать в человеке эту любовь и не найти. Можно рассматривать под любыми призмами, под стеклом увеличительным, не находить. Но я думаю, ну почему, читая Слово Божье, читая эту притчу, ну почему человек не ищет любви Божьей? Только она способна. Когда этот блудный сын, Е у корыта, ну думаю, ну только она способна вытащить из такой грязи, постучавшись в сердце. Вы знаете, я всегда благодарю Бога. Меня иногда заносит по жизненному пути. Я сложный человек. Сложное, ну все, всякое бывает. Ну я Бога благодарю, что всегда вот на таком пути, он всегда стучится, он всегда ко мне говорит. И важно, что после этого моя жизнь меняется. Когда он поговорит, это как с мамой первой, поговорила, моя жизнь изменилась. Я в пятом классе стал заниматься, чтобы скрывал замки. И так приноровился, что меня хвалили все, говорят, ну все, Димыч, прям дедом, ну что они могут там, Димыч, пошли ночью вылазим, надо вскрыть замок, раз, скрыл. Она увидела, говорит, Димочка, не бросишь, сядешь в тюрьму. Как отрезала слова любимого человека. Мне хотелось бы сегодня молиться. Мы часто забываем, когда, я сам забываю, когда, знаете, в жизни все хорошо, как все гладко, финансово, все устроено. Мы забываем о любви Божией. Мы забываем друг о друге видеть в друг друге любовь Божию. Мне хотелось бы молиться, преклоняясь перед Господом своим сердцем, своей душою, кто может коленями. Не забывать, Господь, когда ты стучися, важно откликаться на этот зов, важно откликаться на Божью любовь, чтобы она в наше сердце была, чтобы мы друг друга, знаете, любили Божьей любовью. А ну, Божья любовь готова поднимать с колен, давать новую жизнь, преображать свой образ. Аминь. Будем молиться. Продолжение следует... Продолжение следует...